Эту тему детально обсудим с Ольгой Курносовой, это политические аналитики, главный редактор портала AfterEmpire. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вот раскол, о котором написала в частности политика, и которому был посвящен наш материал, тут говорится в целом о двух лагерях. Те, кто поддерживает так называемое СВО, и те, кто не поддерживает войну России против Украины. Но я бы, наверное, добавил еще как минимум две группы. Те, кто, не знаю, поддерживает или не поддерживает, но, во всяком случае, свои интересы превыше всего и выехали за границу. И те, кто, ну, тоже индифферентно могут относиться к войне России против Украины, но пытаются просто не попасть в армию для того, чтобы элементарно не погибнуть в Украине. Может быть, вы видите еще какие-то группы, ну, может быть, я и не прав на самом деле, но все это неумолимо приводит, так или иначе, к большому конфликту и кризису России внутреннему, прежде всего. Ну, я бы все-таки видела только три группы, не четыре. Те, кто поддерживает, те, кто не поддерживает, и те, кому пофиг. Такая группа, конечно же, есть. Есть, пожалуй, что, ну, есть те, которым просто пофиг, потому что им все пофиг. Есть те, кто стараются об этом не думать, потому что это нарушает какое-то внутреннее равновесие. Там некоторые говорят, я ушел в эмиграцию во внутреннюю Монголию, условно говоря, потому что если это обсуждать, то, соответственно, сокращается количество друзей. Тяжело говорить с родственниками, и, по вашему счету, вот в эту среднюю группу попадают те, у кого, например, действительно такой серьезный раскол в семье. Слава богу, мне повезло, у меня все члены семьи нормальные и понимают, что к чему, и соответствующим образом относятся к войне. Но это большая удача, потому что я знаю многих других своих знакомых, у которых ситуация в семье гораздо более плохая, когда старшее поколение смотрит телевизор и верит тому, что там говорят. Вы знаете, вот говоря о расколе в семьях, которая спровоцирована войной и тем, что происходит, и очень много есть же всяких видео в Фейсбуке, то есть в других социальных сетях, где есть недовольство молодого поколения, да, и после этого мы узнаем информацию о том, как родители сдают своих детей, например, да, полиции. То есть до дикости доходит абсолютно в 21 веке. И вот этот раскол в семье на основании поддержки политической верхушки своей страны, оно как-то настолько так архаично звучит. Не говорит ли это о том, что это вообще, в принципе, психология общества, и нужно вот туда копать и там искать причины, почему так происходит? То есть это на очень глубинном уровне. И вот оттуда, понимая эти причины, можно искать, как с этим бороться. Как вы думаете, вообще есть методы и способы с этим бороться? Потому что действительно это очень выглядит архаично. Это выглядит, конечно, архаично, но, собственно, само тоталитарное государство выглядит архаично. И по большому счету я бы все-таки, конечно, это искала не внутри общества, а внутри государства, конечно же, потому что все-таки государство – это машина силовая, это машина, когда это государство работает против человека, оно работает на подавление того, чего не нравится государству. И в этом смысле противостоять государству, которое начинает уничтожать собственных граждан, очень тяжело. И возможностей для этого противостояния не так много. Именно поэтому в разных странах, условно говоря, разве россияне или русские похожи на немцев? Конечно, не похожи, практически совсем не похожи. Возьмем просто отношение к нашу внутреннюю дисциплину, и мы увидим, что мы совершенно разные, потому что по большому счету русские раздолбают, а немцы, можно сказать, некий такой символ дисциплинированности. И тем не менее, в таких разных странах были тоталитарные государства, которые подавляли людей и полностью подчиняли их себе, и делали из людей уже машину для убийства. Вот ведь в чем ужас. То есть тоталитарное государство, как об этом очень глубоко описал Оруэлл, оно вторгается во все сферы человеческой жизни. Оно вторгается в личную жизнь, и оно эту внутреннюю жизнь человек уничтожает. Именно поэтому в семье люди начинают друг друга подчас ненавидеть. И сразу вспоминается известная история Павлика Морозова. Не знаем, кстати, насколько она правдива, или это такая мифологизация этой истории. И, к сожалению, действительно, в России через несколько поколений прошел раскол семьи. И во времена гражданской войны, на то она и гражданская, кто-то из семьи мог воевать в белой армии, а кто-то в красной. И это тоже была семейная трагедия. И брат действительно мог убивать брата. Так что в этом смысле, к сожалению, не первый раз все это проходит через семьи. Хотелось бы, чтобы это уже было последний раз. Но для этого должно произойти настоящее национальное покаяние. Необходимо осознать, что государство сделало с нами, что мы позволили с собой сделать. После того, как мы осознаем глубину вот этого преступления, которое каждый день совершает сегодня Россия, и люди, которые воюют против украинцев, каждый день совершают преступления. Нужно осознать, что мы совершаем эти преступления. И потом должно произойти национальное покаяние. После этого появится надежда на какую-то новую светлую жизнь. И хотел бы еще привести позицию Гарри Каспарова. Кстати, говорю Гарри Каспарова. Хочется добавить сразу Анатолий Карпов. Но это для аудитории 40+, кто понимает, о чем я говорю. Итак, российский оппозиционер Гарри Каспаров считает, что российское общество неизбежно ждет серьезный кризис. Об этом он заявил в интервью изданию Deutsche Welle. Его последствия могут быть катастрофическими, но такими, которые смогут кардинально изменить политический строй страны. Политик считает, что точкой начала в этом процессе станет победа Украины в войне, которую развязал Кремль. Давайте сейчас послушаем цитату и продолжим. Поражение создаст критическую массу, потому что оно вбросит в Россию сотни тысяч вооруженных людей. И новая мобилизация создаст еще больше таких людей, пока они идут в Украину. Кстати, это ингредиенты 1917 года. Создается армия, которая в случае поражения станет могильщиком режима. Кровопролитие, безусловно, произойдет ровно потому, что страна должна погрузиться в хаос, и единственный способ России выйти на столбовую дорогу цивилизации – это государственный дефолт. Гарри Каспаров, сооснователь форума «Свободная Россия» в интервью изданию Deutsche Welle. Ну а, собственно, ингредиенты-то эти возвращаются в Россию. Я имею в виду тот же ЧВК «Вагнер». Те наемники, которые служили полгода, и которых Пригожин отправил назад. И сейчас же на самом деле растет криминогенная ситуация в приграничных регионах как минимум. Вот, соответственно, то, о чем говорит сейчас Каспаров, не происходит ли это уже сейчас? Ну, сейчас пока это еще не происходит, потому что, да, конечно, те люди, которые воевали, возвращаются. Хотя, как мы понимаем, их возвращается немного, потому что большинство вернется в цинковых гробах. Кто-то возвращается. Безусловно, ситуация уже ухудшается, но еще не настолько, чтобы ее можно было назвать революционной ситуацией. Поэтому, если говорить про 2017 год, опять-таки про 2017 год, когда, февраль или октябрь, это же такой вопрос не праздный. До какой степени 2017 года дойдет ситуация? И надо помнить, что все-таки Первая мировая война к 2017 году шла уже три года. И вот плюс вопрос о земле. Собственно, во многом это была крестьянская армия, и крестьяне вернулись к своей земле. Поэтому, безусловно, какие-то моменты походят на 2017 год, но не полностью, и не все так одинаково, и не все похоже. Я вот по поводу расколов в семье. Как надо реагировать? Излечимо это или нет? На примере того, что происходит в украинских семьях, которые разделены временной оккупацией. Я имею в виду сейчас тех, кто остались с 2014 года в Луганске и в Донецке, то есть в этих квази ЛНР-ДНР. В частности, вот скажу вам честно, у меня есть друзья, у которых родители там находятся. И очень сложно всегда смотреть и видеть слезы в глазах у подруги, которая плачет и говорит, я не знаю, как мне общаться с моей матерью, которая родная мать, я ее люблю безумно, но она говорит дикие вещи, которые не укладываются в голове, потому как человек с высшим образованием, у которого, в принципе, нормально была психика, и мы понимаем прекрасно, что они были 8 лет под вакуумом российской пропаганды, ведь там кроме российского телевидения ничего не было, и настолько изменила их психологию и взгляды. И я в разрезе этого хочу вас спросить. Видите, эта проблема даже и здесь существует, в Украине, вот в таких семьях. Огромное влияние СМИ пропагандистских, это такое, знаете, подключение к матрице, вот буквально как в кино, да, когда тебя просто вот штекером подключают, и тебе вливают это на протяжении 8 лет. Как вы думаете, выключение вот этого рубильника может быть панацеей, либо еще параллельно есть страх, который влился в головы этих людей на протяжении 8 лет и в России на протяжении 30 лет, 20 лет, я прошу прощения, да, страх перед вот этой вот репрессионной машиной, перед машиной правовой и так далее, что тебя в любом случае или посадят, или, я не знаю, там убьют где-то в переходе и так далее. Что может быть панацеей? И рубильник вот этот, он действительно существует. Не переоцениваем ли мы значимость пропагандистских СМИ в этой ситуации? Мы, к сожалению, не переоцениваем значительность пропагандистских СМИ. Они действительно играют колоссальную роль. И вопрос даже не только СМИ, а вообще вся эта атмосфера, да. Вы прекрасно знаете, что проводились психологические эксперименты, которые показывали, как человеческая психика реагирует на тоталитарное воздействие, да. Очень известный эксперимент в школе в Палуальто. Учитель проводил со своими учениками. И каков процент? Почти 90% учеников, собственно, с радостью восприняли абсолютно тоталитарные методы и практики, которые он внедрял. Поэтому, к сожалению, действительно, а старики, они же почти как дети психологически. Поэтому это особенно воздействует на людей с неокрепшей психикой. И особенно это воздействует на стариков, которые привыкли верить телевизору. И они не могут себе представить, что их могут обманывать настолько. Да, они допускают, что им говорят не всю правду, но то, что им говорят 100% лжи и что все переворачивают с ног на голову, да, в это они не могут поверить в принципе. Поэтому, конечно, выключение рубильника с одной стороны, а с другой стороны, любовь родных, да, и постепенное объяснение, ну, как с больным человеком. Да, это тяжело, но реально эти люди больны. Эти люди отравлены, и они находятся в неадекватном состоянии. Что касается страха, страх, он, может быть, мешает тем, кто в другой ситуации стал бы бороться. Но как раз страх, он быстро уйдет, тогда, когда ситуация начнет меняться. Когда вот эти сидельцы кремлевские побегут, сверкая пятками, когда наступит, может быть, наступит без власти или не наступит, когда появятся те, кто возьмут ответственность за ситуацию в стране. Нормальные люди, когда возьмут ситуацию в стране в свои руки, но вот тогда и страх отступит. И, собственно, те, кто сегодня боятся говорить то, что они думают, вот тогда они перестанут бояться. Кстати, я бы добавил по поводу рубильника и по поводу российских СМИ. Давайте обратимся к социологии, когда говорят, Путин подразумевает войну, а когда говорят войну, война подразумевает Путина. Левада-центр огласил данные социологического исследования. За прошлый месяц количество россиян, поддерживающих войну против Украины, выросло на 4%. По подсчетам социологов, полностью поддерживают агрессию около 45% респондентов. Подавляющее большинство из этих людей доверяют российской пропаганде, которая льется из телевидения, как основному источнику новостей, одобряя деятельность президента Российской Федерации 85%. Противники войны, соответственно, в своем большинстве не поддерживают деятельность президента Путина. 85%. Я просто думаю, если верить этой социологии, то о чем вообще говорить далее по поводу конфликтов, по поводу изменений какой-то ситуации, 85% просто слепо верят всему, что скажут по телеку. Ну, а как вы думаете, если, предположим, в 43-м году кто-то проводил соцопрос в Германии, сколько бы процентов там поддержали Гитлера и, соответственно, верили бы, что Германия победит в войне в весь мир? Ну, я думаю, что, может быть, и не 85%, а все 95%. Поэтому тут есть какой-то коэффициент, да, но мы его не знаем. Для того, чтобы понять, кто из этих людей отвечает искренне, а кто дает так называемые ответы, которые, как им кажется, хотят услышать, да, ну, чтобы никто ничего не подумал про них, для этого нужны более глубокие исследования и задавать другие вопросы немного вбок. Тогда мы поймем, что они на самом деле думают. А сейчас прямые вопросы не дадут понимания ситуации в стране. Ольга, как всегда, благодарим вас за разговор, за этот анализ, да, и за публицистику, которую допустили мы с вами в эфире. Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала After Empire, только что была с нами на связи.